Помните, в Евангелии написано, что мы должны бодрствовать в полночь, ждать прихода жениха. Мы все девы, мы все готовимся. Если у нас есть масло в светильниках, они будут гореть ярко, и Господь призовет нас на свадебный пир. Поэтому я молюсь в полночь в пещере святого Антония, который является моим отцом, опорой и основой моего монашества. Именно он принял меня здесь. Именно он дал мне свое благословение. И я расскажу вам эту историю еще раз. Он дал мне свое благословение быть монахом здесь, в этом месте. И я каждый вечер хожу в пещеру, где он жил, где он прожил 35 лет в полной святости. Его борьба была в Бенесуэйф, но его полная святость была здесь. Он уже победил страсти, когда пришел сюда. И он жил, как Моисей. Его духовная сила не ослабевала. Он оставался в силе все 35 лет, что прожил здесь. Поэтому, когда я прихожу туда, в пещеру, чтобы помолиться, пещера маленькая. Вход в пещеру круглый, и мы заходим внутрь. Вход длинный и узкий, и вам приходится протискиваться внутрь. Когда вы попадаете в пещеру, там есть место, похожее на утробу матери или гробницу, место совершенно изолировано. И вы молитесь в скале. Вы стоите в центре скалы и молитесь. А над алтарем висит икона Христа, копия Синайского Христа. И когда я молюсь, я осознаю каждую минуту литургии, особенно во время освящения даров. Я осознаю желание Иисуса быть с нами. В четверг вечером Иисус с желанием сказал, очень желал я есть с вами сию Пасху. Это слова освящения, когда Иисус говорил в четверг вечером. Он сказал своим ученикам, двенадцати ученикам, я желаю от всего сердца есть эту Пасху с вами. И я чувствую это, как священник, я знаю, что присутствие Христа – это сила. Присутствие Христа – это непосредственное и наполняющее, обогащающее присутствие. Когда я был только монахом, я присутствовал на литургии. Была легкая завеса. С тех пор, как я стал священником, я тот, кто берет тело Иисуса Христа в свои руки. И Святой Дух сходит на Него, и хлеб перестает быть хлебом. Я верю в настоящее присутствие. Я верю, что, когда я произношу эти молитвы, то не благодаря моей силе, а благодаря сошествию Святого Духа, я лишь свидетель воплощения Христа в своих собственных руках. Это наполняет меня чувством благоговения и тайны в присутствии причастия, и я словно одержим святым причастием. Я иду на литургию. Я должен идти. Я должен молиться в пещере Святого Антония. Если я не пойду, то в зимнее время, когда я страдал от холода и от тяга от этого долгого пути, был период в два или три месяца, когда я перестал служить литургию. И в те дни я страдал, не служа литургию, гораздо больше, чем от холода и пути и физических трудностей. Духовная жажда, духовное изгнание, которое я ощущал, будучи отрезанным от Господа из-за невозможности служить, было ужасным. Я никогда не хотел бы снова испытать это отчуждение. Поэтому стал монахом, я был прост. Я читал молитвы в пещере и жил простой жизнью. Теперь, как священник, я вижу разницу. Личное желание Господа, наполняющее меня. Я склонил голову вниз. Наконец, я опустился на землю. И когда я был в таком положении, если бы я мог попросить вас подумать. Когда вы делаете поклон, в каком положении находится ваше тело? Как оно формирует себя? Может быть, вы не видите себя со стороны, но подумайте, как форма вашего тела выглядит для того, кто наблюдает за вами. Вы находитесь в полукруге, как будто вы согнуты в том же положении, что и плод в утробе матери. Посмотрите на любую фотографию зародыша в утробе матери. Не совсем как морской конек, но он как бы свернут вокруг себя, верно? Вот и я чувствовал себя так же. Мне казалось, что я нахожусь в позе эмбриона. Становлюсь маленьким, слабым и беспомощным. Все эти эмоции начали овладевать мной, пока я делал поклон. Поклон – это физическое действие, но его эффект очень разрушительно действует на психику и эмоции, потому что он говорит «ты слаб, ты мал, ты ничто, ты пыль и прах». Это заявление о том, что я не достоин поднять на тебя глаза. Поклон – это очень красноречивое выражение христианского смирения. Когда я сижу здесь, я обычно сижу лицом к востоку. Это направление – восток. И я обычно сижу, прижав ноги к груди, а затем я начинаю молиться Иисусовой молитвой. Я начинаю молиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, сидя здесь, как в утробе внутри Святой Марии. Я чувствую, что я начинаю познавать Иисуса, когда произношу Его имя, потому что Его Святая Мать благословила меня на это. Своей любовью она благословила меня на то, чтобы я познал Ее Сына. Итак, мне больше не нужно говорить ей, пожалуйста, ходатайствуй за меня, потому что теперь я начинаю молиться во имя Его имени. И эта молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, называется Иисусовой молитвой. Это очень мощное утешение, потому что, когда вы сидите неподвижно, я сижу очень неподвижно, вот так, несколько часов, два часа, три часа, и произношу имя. Я говорю, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я повторяю это много раз. И таким образом я начинаю ощущать вкус имени Господа в своих устах, на своих губах, в своем сердце. И когда я закрываю занавес, в пещере становится совсем темно, нет ни лучика света. И так, потому что мои глаза закрыты, и я ничего не слышу, из моих чувств открыто только сердце. И я чувствую, как бьется мое сердце. Вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох, мое дыхание, мое сердце стучит, тук-тук-тук. Так я чувствую, что мое тело закрыто, а сердце открыто, мой дух открыт. И я начинаю молиться, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Эту молитву называют молитвой стрелы. Это как стрела, вы пускаете ее прямо в небо. Стрела вылетает из вашего лука и летит прямо на небо. Поэтому я советую всем коптским молодым людям, вы не можете иметь такую маленькую пещеру, как эта, я знаю, но вы можете молиться Иисусовой молитвой. Вы можете сидеть в своей комнате, вы можете сидеть в тихом месте, закрыть глаза, заткнуть уши и сказать, Господи, открой мое сердце. В первые дни, когда я только пришел сюда, я сидел здесь и пытался молиться Иисусовой молитвой. И я начал, я начал, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И вдруг я услышал голос, зовущий меня снаружи, Абона, Абона, а иногда Отец, Отец. Тогда я встал и быстро вышел, чтобы посмотреть, кто меня зовет. Но там никого не было. Это было ночью, поздно ночью, 11-12 часов ночи. И я подумал, что это такое. А потом я вернулся и снова попытался молиться. И голоса снова пришли, ясный, довольно громкий голос. Я слышу, как они зовут Абона. И это мелкие бесы, они приходят и зовут меня, чтобы я вышел из своей пещеры, чтобы перестал молиться. Когда я выхожу, я ничего не вижу, но я слышу голос так ясно. Значит, это голоса бесов, которые зовут меня выйти, чтобы я перестал молиться. Это первое искушение, которому я подвергался. В этой пещере в течение нескольких месяцев, пока я не понял, что любой голос, который я слышу, не следует слушать. И с тех пор, как я закрыл уши для этого голоса, я свободен от него, потому что он понял, что я уже понял этот трюк. Это мои четки. У меня есть еще одни, более длинные, но я чаще всего использую именно эти, короткие. Вы можете найти их в любой церковной лавке, во многих местах. Вы просто держите их в руке, когда молитесь Господе Иисусе Христе. Итак, вы сидите на своем месте, на своем молитвенном месте и держите свои четки в руке. И вы просто считаете бусины, считаете узлы, и на каждую из них ты произносишь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вы можете молиться и без них, но традиционно это помогает. Это помощь, чтобы иметь что-то, двигать пальцами, чтобы ваше тело участвовало в молитве. Итак, с четками или без них, но вы можете молиться Господу Иисусу Христу много-много раз и быть уверенным, что Он ответит своим присутствием. Он придет и сядет рядом с вами. Итак, я думаю, что способ преодолеть большинство трудностей в духовной жизни, слабость, неверие, сомнение, отсутствие веры, угрызение совести, обиды, печаль, путь к преодолению большинства этих проблем – это вкусить присутствие Христа, почувствовать Его рядом с собой. Неважно, испытываете ли вы трудности, кажется ли вам, что ваши проблемы никогда не разрешатся, долгая жизнь впереди. Если вы погрязли в долгах, или у вас трудный контракт, или вы связаны обязательствами, от которых не можете избавиться, если у вас есть больной родственник или больной член семьи, за которым вы должны ухаживать, если вы втянуты в какую-то долгосрочную проблему, от которой нелегко избавиться, все равно вы можете призвать присутствие Христа в свою жизнь. Вопрос в том, христианин ли вы, любите ли вы Господа, есть ли Он в вашей жизни, Он с вами. И если ответ положительный, то вы обязательно вкусите его через свою молитву, молитву Его имени. И это то, что я хочу дать всей копской молодежи, то счастье, что посреди ваших печалей, посреди ваших трудностей, посреди ваших грехов, посреди ваших искушений, посреди ваших сомнений, посреди вашего неверия вы можете ощутить его присутствие. Субтитры создавал DimaTorzok